Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день для нас как бы особенным образом подчеркивает то, как нам жить после открытия тайны Божия, тайны, что имя нашему Богу – Отец, Сын и Святой Дух. И начинается это действие Святаго Духа именно со слов Господа «Не презирайте ни одного из малых сих». Не относитесь ни к какому человеку с презрением. Он незначительный, недостойный, неуспешный, что-то он все время все выгадывает, что-то он там все время просит, пятое, десятое. Вот не относитесь так. «Ибо ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». И вот Господь нам говорит очень важную такую евангельскую нравственную норму, когда Он говорит о том, «Что если у кого сто овец и одна заблудилась, не оставит ли девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся. Если случится найти, то радуются они более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся». Конечно, это какой-то идеальный пастух, конечно, в жизни таких не бывает. Мы понимаем, что если там сто овец у человека, но одна пропала, ну что делать? Бывает усушка, утруска, что-то там пропадает, зато девяносто девять осталось. А вот Господь смотрит совершенно иначе. И вот именно это каждый важно для Него. И радуется более чем о тех, которые благополучны, успешны и так далее. Вот такая нам дается норма сразу после схождения Святаго Духа на апостолов. И мы вчера, коленопреклоненно, молились о том, что Господь и нам послал Святаго Своего Духа. И прежде всего, именно в этом-то и выражается то, что мы Христовы. Потому что Христос принес совершенно другие нормы жизни. Почему сразу после воскресения Христова, евангелист Матфей об этом рассказывает в самой последней главе своей Евангелия, фарисеи собрались и подкупили тех стражей, которые прибежали и сказали, что вот камень отвалился от гроба, Христа больше нет, там женщины, говорят, видели воскресшего, ужас какой-то, что делать? И они дали им деньги, подкупили их, чтобы они везде говорили, что это ученики ночью пришли, когда мы спали. А стражники вообще-то не должны были бы спать. Когда мы спали, они украли тело и сказали, что воскрес из мёртвых. И вот так на протяжении всей истории вот эта нечестность по отношению к Евангелию, нечестность к Церкви со стороны её врагов, она всегда будет сохраняться, эти нечестные поступки. И вот мы видим, почему так? Почему так против Христа? Да потому что, если Он действительно воскрес из мертвых, как веруют христиане с самого начала, на протяжении первых трёх веков гонений, до сих пор, то, значит, то, о чём Он говорил, это всё вполне серьёзно. Это всё на самом деле серьёзно. Это именно говорит Бог сотворивший мир. Нагорная проповедь, что блаженны нищие, блаженны плачущие, блаженны алчущие, жаждающие правды. Когда Он говорит о необходимости прощать и даже любить врагов, совершенно что-то невероятное. Когда Он говорит о том, что начальство ещё должно быть как служащие, а не наоборот, что их себя почитают, им всё превозносят. Всё в мире переворачивается с ног на голову. Конечно, мы можем сказать, что пока-то мы в мире этого не видим, что даже в церкви такое почитание, всё. Но действительно, ещё христианство просто не освоено. Действительно, христианство ещё только начинается. Поэтому мы должны смотреть не на это, что противоречит Евангелию, а на то, что с ним совпадает, на жизнь святых. Вот как они жили, прославленные святые. И Серафим Саровский, Сергий Радужский действительно почитали всё слугами всех. Вот об этом нам и говорит сегодняшний день, что и так дальше живите. И в послании апостольском, которое читалось перед этим, говорится, испытывайте всё, что благоугодно Богу. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины. И не участвуйте в делах бесплодных тьмы. Дорожите временем, как важно не упускать время, не тратя на всякие нелепые телевизионные передачи, там всё прочее. Как важно дорожить временем. Столько в мире ещё не познанного, столько для нас ещё не открытого. И как это радостно, всё более и более узнавать о Боге через благодать Святого Духа. Вот давайте с вами об этом помнить. И как важно пребывать в церкви. Понимаешь, что очень многие говорят, что хорошо на службу прийти, когда вот никого нет в храме, как хорошо, стоишь один, всё такое. Но ведь на самом-то деле Господь пришёл именно создать церковь. Он всегда говорит, что где двое или трое соберут свои и моё, там я посреди вас. Тем более, когда собирается много людей. И вот так вот любить и всех, и одну обечку, и всех этих 99, как их много так собралось, всё. Господь этому радуется. Вот давайте помнить о том, что вот наша другая реакция, не похожая на это, не от Духа Святого, а от благодать Святого Духа, плоды Духа. Именно вот то, что говорил апостол. Любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. Будем об этом помнить, и будем помнить слова преподобного Серафима, что и цель-то христианской жизни и милостяжание Святого Духа. Аминь.